В спортивном зале Чесцовской средней общеобразовательной школы торжественная линейка. Именно здесь школьники и педагоги принимают районную эстафету «Салют Победе». Ребят приветствуют почетные гости, ветераны, представители районной и местной администрации, совет ветеранов, сообщество родителей и дирекция школы в лице Александра Куницына. Торжественным шагом ребята проносят главные символы эстафеты, репродуктор, из которого жители блокадного Ленинграда вместе со всей страной узнавали новость из фронта и копия флага водруженного над Рейхстагом в мае 45-го. Это было в мае, на рассвете, нарастал в стен Рейхстага бой. Девушку немецкую заметил, наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг, а куски свистящего металла смерти муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочевую родную расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. В гостях у ребят свидетели страшных событий. Ольга Ивановна Мартовицкая маленькой девочкой пережила блокаду. Я жила на первом этаже. В моей комнате была сделана огневая точка. Была пропита стена и сделано прямоугольное отверстие для того, чтобы можно было поставить пулемет в случае, если дело дойдет до уличных боев. Еще одно воспоминание из детства. Когда в репродукторах звучала Ленинградская симфония Шостаковича, город жил и трудился. Дети стояли у станков на ящиках и табуретках, не имея возможности в полный рост дотянуться до конвейера. Трудовой и человеческий подвиг жителей Ленинграда поразил весь мир. Поколение 21 века преклоняется перед стойкостью и мужеством города, куда не вошли немецкие войска. Каждый человек должен помнить свою историю и должен гордиться историей своего народа, знать подвиг своих дедов, прадедов. В память о блокадном Ленинграде в Чиццовской школе звучат стихи и проза, а в фойе развернута выставка плакатов с документальными свидетельствами. На одной из фотографий повар, который в блокаду выпекал хлеб и умер от голода, как и тысячи ленинградцев. Эту неделю эстафеты победы пронесем достойно. Мы должны помнить все поколения, должны помнить эти тяжелые драматические события для нашей Родины. Мы должны прививать последующим поколениям память этих событий. Для чего? Для того, чтобы приложить все силы, чтобы не допускать больше таких страшных событий. Ольга Лемарова передает приветствие от главы Одинцовского района Андрея Иванова. Председатель Совета ветеранов Николай Якушев еще раз напоминает, как важно хранить память о войне и бойцах, защищавших Родину. Гостей уже ждут в начальной школе, где подготовлен праздничный концерт. На протяжении недели в Чиццовском сельском поселении пройдут памятные мероприятия, которые завершатся торжественной передачей эстафеты сельскому поселению Барвихинское 13 апреля. Мария Пагипольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.